Привет друзья, собираем один из вариантов золотой средины на сегодня. Как по финансам, так и по производительности. Это конец лета, начало осени 2019. И это не просто сборка из интернета, а собираю я сборку для своего товарища, видеокреатора, оператора, монтажёра, рекламщика, а значит для своих. И это уже не по приколу что-то на коленке собрать, а реально рабочая лошадка. Ведь машина у него была, мягко говоря, так себе. О монтаже в 4К можно было только мечтать, как и о играх собственно говоря. Ведь был у него сетапчик из процессора AMD Trinity A8 5500 и графической карты GTX 650 на 1 гигабайт. Кстати, обратите внимание на цены, которые были 6 лет назад. Чуть более 100 долларов. Вот бы сейчас такие с современными зарплатами. Ну да ладно. В общем, мой друг был на сегодня сапожником без сапог. Понятно, что тут апгрейдить было уже нечего, хоть не так давно увеличили оперативу из 8 до 16 и кулер башню поставили, а то прот сгрелся и ПК вырубался. Словом, пора ему на заслуженный отдых. Смонтировано и заработано на нем было немало. Что нам нужно от новой сборки? Во-первых, чтобы она была заточена под комфортный монтаж в 4К. И в играх, конечно, тоже покажем. Только открою маленький секрет. Люди, которые усердно работают, причем за ПК, им некогда играть. И лишний раз сидеть за ним не очень-то и хочется. Особенно после многих часов работы. Во-вторых, нам нужно, чтобы через пару лет можно было заменить проц и получить профит 300%. Спасибо огромное AMD за то, что сохранили сокет AM4 под новую третью линейку Ryzen. И запихнув в наш ПК топ третьего поколения Ryzen, мы вдохнем в него новую жизнь. Вот, собственно, и все. Давайте по порядку ознакомимся с комплектухой. Покупалось все в разных магазинах в этот раз. Понятно, что брали где выгоднее, в этом помог Е-каталог. Так что добавляю данные сетапа в описании, а вы уже цены смотрите сами. Итак, знакомимся с материнкой. Asus Tav B450 Pro Gaming. Что я могу сказать о ней? То, что это, по-моему, одна из лучших материнок на чипсете B450. Я успел проверить ее хорошенько, ведь у меня стоит точно такая же, но только micro ATX. А эта ATX немного больше отличается размерами и количеством выходов портов, а так отличий нет. Я успел хорошо протестить свою на своей рабочей сборке и уже как-то рассказывал о ней на канале. Так вот, свой Ryzen 7 2700 я погнал со стоковых 3.2 до 4.1. Эта материнка держит их легко. Тут хороший питальник, типа 10 фаз, на самом деле 4 плюс 2, только теперь в каждой удвоенное число силовых элементов. Оцените, какие радиаторы. Они хорошо прикручены и при этом посмотрите, какие они огромные. Охлаждают и мосфеты и дроссели, что немаловажно, которые тоже, кстати, греются в нагрузке. В общем, данная плата просто создана для нагрузок. Например, для 6-8 ядерных процов даже в разгоне, как в моем случае. Или 12, 16, 3-го поколения в будущем. Я почти уверен, что будет тащить. Посмотрим. А еще тут довольно хороший звуковой чип S1200A от Realtek. Короче, все, что нам нужно для разгона и с перспективой апгрейда на будущее. Причем мать из среднеценового сегмента. Процессор. Ryzen 5 2600. Это поистине народный проц и по-моему самый покупаемый. И тоже относится к золотой средине. 6 ядер, 12 потоков и вполне нормальная цена. Хороший разгон вплоть до 3,9. Кто хочет еще сэкономить и умеет покупать на Алиэкспресс, вот вам Ryzen 5600 всего за 87 долларов. Он, конечно, уступает немного 2600-му, все же первое поколение. Тем не менее, он тоже гонится и там тоже 6 ядер, 12 потоков. По-моему, огонь и лучше за эти деньги, наверное, не купить. Ссылку тоже оставлю в описании. И, скорее всего, сам закажу для очередной сборки на канале, так что подписывайтесь. Наш проц новенький с гарантией бокс версия, но я рекомендую покупать без кулера, если найдете, так как его явно мало будет в разгоне, если вы собираетесь это делать. Такие же кулера поставляются с третьими Ryzen на 4 ядра. И вот мы сразу же поставим проц, треугольной меткой к такой же метке на сокете. Зафиксируем ножкой, все очень просто. Оператива. Взяли простенькую и дешевую AMD, чтобы было true AMD. На самом деле, нормальная оператива из недорогих. Имеет даже радиаторы. И не из бумаги, а металлические. Для видеомонтажа более навороченной и дорогой нам и не нужно. И подразогнать мы ее тоже попробуем. У нас стандартные на сегодня две плашки по 8 гигабайт, которые мы ставим через один слот. Ну что же, теперь нам осталось поставить стандартный кулер, но чувствую, конечно, это временное решение. Посмотрим. SSD. Вот тема на сегодня. Без данной штуковины под систему уже трудно представить современную сборку, так как ускоряет систему очень серьезно. Причем наша материнка поддерживает две штуки М2 накопителей. Это быстрый М2 PCI-Express 3.0 X4 от Silicon Power на 256 гиг, который имеет хороший ценник. Потому мы его и взяли. Тут в комплекте с материнкой были болтики для установки М2. Осталось их распечатать. Ам, мать его! Один остался на столе, остальные искал по полу. Долго искал. И где бы вы думали он был? Закатился гаденыш под мой системник. Тут нарочно не придумаешь. Короче, поехали дальше. Берем найденные винтики, болтики и устанавливаем М2 накопитель на свое место. А вот, кстати, место под еще один М2 накопитель. Корпус. Ну тут все субъективно под вкус. Мы берем точно такой же, как был в прошлой сборке от GameMax. Просто он понравился человеку, которому мы собираем сейчас. Ведь я показал ему сборку с прошлого видоса. Захотел? Пожалуйста. Для видеомонтажера удобным будет то, что порты под флешки находятся на верхнем торце, как и кнопка включения. Это действительно удобно. Корпус формата ATX, нижний блок питания. В нем уже предустановлен один кулер на выдув. И, в принципе, есть все, что нужно для сборки. Для того, чтобы прикрутить мать, нужно добавить еще пару стоечек в корпус, с которым они идут в комплекте. Потом ставим заднюю заглушку. Это несложная процедура. Далее мне пришлось открутить кулер, так как он слегка мешает установке материнки на ее место. Прикрутил мать, а дальше подключаем все необходимое с передней панели. Все. Остался блок питания. Как и говорил, что у нас разнобой по магазинам. У каждого свой стиль оформления посылок. Тут и карта скидочная какая-то. Взяли Chieftec Proton. Точно такой же, как стоит у меня. За время эксплуатации к нему нет никаких вопросов. Во-первых, он недорогой относительно. Во-вторых, сертификат 80 плюс бронз. В-третьих, он модульный и не надо прятать лишние провода, когда они не нужны. Тут 750 ватт, а значит с хорошим запасом по мощности. Ну и тихий он. По крайней мере, мне попался с тихим кулером. Надеюсь, этот тоже такой. Нам лишь осталось определиться, какие провода нам нужны. Остальные оставить про запас. Установка не очень сложная, но повозиться немного, конечно, нужно. Все. Готово. И остался один маленький штришок. Видяшка. А вот на ней мы хорошенько сэкономили. При видеомонтаже основная нагрузка ложится на проц. Видяха нужна для обработки люметри, то есть цвета в основном. Ну и некоторых эффектов. Потому нам не нужна очень мощная видяха. Но и слабую тоже нельзя ставить, как вы понимаете. Для того, чтобы ничего в нее не упиралось. Тут как в играх. И это народная любимица RX 570 на 4 гигабайта в исполнении Asus. Взяли на OLX всего за 2300 гривен. А это где-то 91 доллар. Карл. За более-менее игровую видяху. Конечно, стоит сказать, что это определенный риск. Ведь карта БУ. Потому нужно думать. Я же себе не раз уже брал БУ и пока все было нормально. Что же, карту я установил и сборка получилась довольно милая на глаз и аккуратная. А главное, недорогая и перспективная в плане апгрейда. Мне уже не терпится подключить все это дело к сети. И как видите, ПК ожил. Карточка своей подсветкой показывает, что она жизнеспособна и готова работать во благо хозяина. Жму. И все завелось, друзья. Мне нравится светомузыка от матери. И даже карточка от Asus имеет подсветку. Симпатично и ненавязчиво. А тем временем все запустилось. Захожу сразу в BIOS. И мне в Asus он нравится тем, что иногда и не нужно париться с разгоном вообще. Нужно всего лишь нажать одну кнопку. Мать сама все сделает. Дальше я немного подразгоню оперативную память, просто выставив чуть большую частоту, не трогая тайминги и чуть повыше вольтаж. Тем, кто не в теме, конечно, лучше ничего не трогайте. Устанавливаем систему, ставим все, что нужно и первым делом прогоним пару раз в Cinebench R15. Как видим, 1300 с лишним баллов, что очень неплохо. Мать в разгоне выставила множитель 38,5 нашему процу и дает вполне адекватное напряжение на проц в 1,275 вольта. Что же, друзья, у нас почти 2 часа ночи. А я решил проверить карточку в фурмарк. И вроде бы все нормально. Уже на следующий день я доставил еще один кулерок наперед. Ну и жесткие диски. Их в принципе куча, 6 терабайт и даже больше. Так что на них не заостряем внимание. Это все было пару недель назад. Пока уже успели погонять и в хвост, и в гриву. Во-первых, при рендере видео в разгоне он довольно нехило грелся. И пришлось временно снизить частоты и дозаказать более серьезный кулерок, тоже от AMD. И потом опять же вернуть частоты на место. И вот теперь после того, как сборка уже удачно отпахала в работе пару недель, время проверить игрульки. Так как в видеомонтаже 4К и Full HD она показала себя на отлично. Но вам же это не очень-то интересно, наверное. Итак, сразу начинаем с чего-то тяжелого. Метро Исход. Выставляю сначала высокие настройки графики. И сразу в начале игры на улице видим, что есть 60 кадров. И все вполне хорошо идет. Линия времени кадра плавная. Заметьте, видяшка загружена на 100%. Опрос работает на расслабоне. А оперативной памяти игра берет более 8 гигабайт. Подземелье FPS вырастает очень существенно и запас есть. Кстати, игру сейчас пишет наша карточка, так что пару FPS может забирать. Дальше я выставил настройки экстрим. Тут FPS существенно ниже. А на улице будет еще ниже. Так что высокие для этой игры, думаю, самый оптимальный вариант. Ну, может с натяжкой ультра. Assassin's Creed Odyssey. Тоже требовательная игра. И для начала прогоним встроенный бенчмарк. Все идет плавно, без всякой дерготни. И тест показал 47 кадров в среднем. В самой игре все очень красиво, конечно же. Игра автоматически выставила высокие настройки графики. И думаю, это самый оптимальный режим в этой игре для нашей сборки. Battlefield 5. Я знаю, что данной игре нравятся карточки от AMD. Потому в ней я выставляю ультра настройки. И видим 60 кадров и выше в зависимости от локации. В общем, в нее точно играть можно без вопросов. Попробуем также Ведьмака. Запредельные настройки графики, без эффектов волос Геральда. В зависимости от локации 45-60 кадров. Все красиво, играть можно. Для уверенности при желании можно чуть понизить настройки графики. Игрушка для любителей мистики и острых ощущений. В начале игры 40-50 кадров при высоких настройках. И тут что-то не то с оптимизацией, так как карта постоянно недополучает нагрузку. Иногда загрузка падает ниже 15%. Я уже молчу о процессоре, который вообще ниже 20% трудится часто. Так что тут вопрос в самой игре. Тем не менее, играть можно. Сумасшедшей динамики тут все равно нет. Лили! Ладно, друзья, сборка по-моему удалась. И по деньгам, и по производительности. Все хорошо, ролики монтажатся и крутятся, бабки мутятся. Так что осталось только юзать и радоваться, как говорят. А иногда во что-то и поиграть можно. Да что там во что-то? Во все. А любую карту помощнее наш проц потянет тоже на ура. С вами был Андрей, канал Smart Plus. Подписывайтесь, не забывайте о колокольчике. До новых гаджетов. И пока, и всем пока.